поставщиков. Вот кто вам сейчас поможет? Понимаете, проблемы сейчас у них может быть побольше, чем у розницы или у оптовиков. Но опять же, им же надо будет кому-то продавать этот товар. У них есть залежи, есть нормальный товар, кто-то готовит и коллекции новые. И поэтому понятно, что денег у розницы сейчас нет для того, чтобы закупать или у оптовиков. И с другой стороны, должна работать эта цепочка. Вы понимаете, насколько важна сейчас репутация людей, чтобы поставщики могли отпускать товар, не переживая за то, что он куда-то денется. И, конечно, такие будут люди, которые будут, или компании, которые будут находить таких людей. Здесь и мы можем быть полезны. Обращайтесь к нам. У нас есть список одних и других, которые абсолютно надежны. Поэтому список этот только нашим партнерам будет доступен. Я готов поделиться. Потому что надо будет эту кровь снова запускать циркуляцию по нашей товаропроводящей сети. Что касается поставщиков. Дальше. Коллеги. В каждом городе есть у вас коллеги. Раньше вы всегда рассматривали друг друга как ненавистных конкурентов. Пришло время объединять усилия. Есть такие прототипы таких объединений. Были в Краснодаре. Наверняка в других городах, когда люди общались, помогали друг другу. Сейчас, на мой взгляд, надо это делать более тесно. Потому что место на рынке освобождается. Много магазинов будет закрыто. И вы со местными усилиями, понимая, что вы не можете в миллионнике быть одним, или там пятисоттысячники, находить общий язык со своими коллегами, общаться. Хотя бы поначалу только общаться. А дальше у вас возникнут какие-то совместные идеи. Если нет, мы будем помогать эти идеи вам формулировать. Ну и обратить внимание на себя. Как центра вот этого мироздания вы являетесь ДНК. То есть той ну как это сказать субстанцией, которая весь этот движет бизнес. Поэтому не сидеть на месте, постоянно обучаться и постоянно общаться со своими коллегами. Так вот, что это еще, куда это еще может завести? Мы видим, насколько мы уязвимы. И менее уязвимы те, у кого есть несколько бизнесов. То есть я говорю о диверсификации, к которой мы должны прийти и обсудить, что можно сделать, кроме того, что мы будем делать в нашей бельевой отрасли. Ведь если мы занимаемся бизнесом, у нас обязана появляться прибыль. Иначе это самозанятость. Это просто работа на зарплату. Но если появляются деньги, они у нас появлялись, когда мы работали, когда все росло. Куда эти деньги использовать? Так вот эти деньги, мне кажется, что нужны идеи, куда использовать? То ли пекарню делать, то ли пивзавод, то ли обращать в недвижимость. То есть это надо обсуждать. То есть диверсификация бизнеса на следующие пять лет надо об этом думать, чтобы не быть зависимым от одного. Какие будут отрасли расти, где есть перспектива? Конечно, это все, что связано с безопасностью, с едой, здоровьем. Поэтому туда, видимо, надо будет обращать свой взор. И я знаю, что у многих бельевиков есть гектары земли, которые они собираются обрабатывать. Кто-то уже делает, что-то там коптит, что-то ловит и так далее. Поэтому вот в нашем сообществе это большой рынок сбыта. Это более, это около 100 тысяч человек, кто заняты в нашей отрасли. И это все может быть с нашей хорошей логистикой нынешней, быть все это реализовано. Фонд развития. Следующий пункт. Фонд развития. Ведь создавать фонд развития для чего? Вот этот фонд развития нужен не для того, чтобы тратить его в момент, когда вот плохо. Вот сейчас, казалось бы, вот сейчас мы все потратим и все. Нет, вот фонд развития, деньги вам понадобятся тогда, когда нужно выходить из кризиса, когда нужно начинать работать. Вот только тогда они понадобятся. И у многих этих денег нет сейчас. Так вот, давайте задумаемся. Для того, чтобы нам потом стартовать нормально и завоевывать, мы должны этот фонд создавать, фонд развития, который включается не в момент проблем, а в момент отсутствия проблем, снятия этих проблем, когда надо стартовать, когда все на низком старте и стартуют с разных позиций. И вот у кого есть деньги, представьте, сейчас у кого-то несколько миллионов лежит где-то там. Вот кто будет пользоваться преимуществами при покупке товара? Он будет за живые деньги покупать, он будет заходить на пустые торговые площади, он будет вкладываться в рекламу, то есть очень сильно стартанет. Этого у нас сейчас нет. Мы сейчас все тратим деньги, которые заработали за годы, когда мы росли. Так, ну двенадцатый пункт, потом я может быть их как-то структурирую, более интенсивный обмен информацией. Где лучше, где дешевле, где безопаснее и так далее. У каждого активного человека есть какие-то свои данные. Хорошо отдохнули, посоветуйте. Где-то купили билет, интересные есть ресурсы, советуйте. То есть все это в сообществе приводит к тому, что мы будем тратить деньги более эффективно и жить более интересно. Поэтому вот обмен информацией, циркуляция этой информации должна в новых условиях, в новой жизни нашей происходить более активно. И мы будем тоже этому содействовать. Так что к этому же относится и следующий пункт, это регулярные встречи участников рынка с обменом опытом. Причем совмещать приятное с полезным. Средства на это будут, если мы занимаемся бизнесом, но этот обмен опытом, это очень большое преимущество наше. Ну и естественно бизнес-туризм. То, что было в зачатках, как мы ездим на компании или посещаем магазины совместно, точно так же надо продолжать эту работу более активно, чтобы понимать все нюансы компании и рассказывать об этом участникам рынка. Ну и что еще можно сказать, где у меня тут есть, в принципе я все сказал. Давайте немножко подытожу. Я так старался быстро, чтобы нас не отключило. То есть первое, появилось время осмысливаем жизнь. Второе, понимаем, что в стране все делается логично, мы остаемся в бизнесе в этом и для нас пространство расчищается. Это второе. Понять, что как меняется это конкретно, если мы видим в общих чертах понять конкретно, что мир стал уязвим и начинаем работать по-новому и жить по-новому. Цель жизни наша. Понимаем, что очень все уязвимо и жизнь одна, и поэтому мы должны быть в ответе за тех, кто с нами рядом. Жизнь, работав кругу единомышленников, создавать такие сообщества, это может быть одно, два, пять в каждом городе и так далее. В каждой стране свое, неважно. Аренда, решаем, это самый главный вопрос, решаем с арендой, что делать дальше, куда выходить дальше со своими товаром. Клиенты звоним, общаемся, говорим, что мы живы. Вот, персонал разбираем все, кто с нами и кто не с нами сейчас, трудное время, и изменяем отношение к нему, приглашая не продавцов. Все, забудем об этом. Магазины должны быть уникальные, интересные, об этом отдельно говорим, но это не точки выдачи товара. Абсолютно верно. Ну, абсолютно считаю это правильно, что это не точки. Поставщики. Находим тех поставщиков, которые с вами на связи, которые готовы включаться в работу, у которых есть средства и есть возможности. Такие поставщики есть, хотя будут отваливаться целые страны. Дальше. Коллеги в своем городе. Общаемся, находим их, общаемся, садимся, пьем чай. На себя обращаем внимание, диверсифицируем свой бизнес, думаем над поддержкой, над фондом для персонала, чтобы не попадать в неожиданные ситуации. Создаем фонд развития для старта в новых условиях. Более интенсивный обмен информацией, регулярная встреча, обмен опытом. Вот такие шаги, я вижу, которые можно делать для того, чтобы в новых условиях опять воспрянуть, начать зарабатывать, создавать свою такую, как это сказать, реал, что ли, обитания белевиков. Ну, вот как-то так. Теперь смотрите, сейчас мы, основная часть закончена. У меня было пару вопросов, я сейчас их озвучу, а потом вас включу. Да, если сейчас закончится конференция, Толя мне подскаживает, то мы можем, кто хочет, опять ее возобновить через 15-20 минут. Ну, скажем, через 20 минут, чтобы сделать перерыв, чтобы снова пошло 40 минут у нас конференции. Ну, и пока не отключено, я вам зачитаю эти вопросы. Вот в чем особенность, отличие способа выхода из этого кризиса от предыдущих? Ну, то, что сроки будут растянуты. Раньше мы выходили довольно быстро, сейчас это будет медленно происходить. То есть, значительно более медленнее, чем раньше. Это полтора-два года это абсолютно точно. Будем ощущать на себе еще эти проблемы. Неопределенность. Хотя она появляется, эта определенность, понимание, что делать, но, в принципе, мы ходим по новым дорогам, поэтому все равно у нас какая-то остается. Не будет возврата к прежним моделям поведения и потребления у людей. Они сейчас меняются. Они и так менялись. Но просто коронавирус ускорил все это действие. Что произойдет еще? Банкротство многих поставщиков и оптовых компаний. Это неизбежно произойдет. И магазины многие будут закрыты. Поэтому это новая реальность. Такого количества банкротств не было. Оно будет. Но я думаю, что среди присутствующих здесь ни одного такого не будет человека. Мы знаем более слабые изменения. Они, как правило, не общаются с нами. Значит, четко порогнозируем снижение доходов населения, но не до критической такой, скажем, массы, когда нечего будет там покупать вообще. Нет, такого не будет, не допустят. Поэтому, тем более, мы работаем в той категории, покупателей, где их немного. Вот я думаю, что это порядка 15 миллионов человек, на которых работаете вы. Люди, которые работают с товаром средний и выше. Средний плюс, премиум, люкс. Потому что в сегменте до эконом и средний минус на мое, по-моему, будет стопроцентное доминирование сильных китайских компаний, которые придут сюда не через наших дистрибьюторов каких-то, они придут сами. Потому что их владельцы этих компаний уже прекрасно говорят по-русски, они уже здесь, они понимают, что происходит. И я думаю, что они будут как раз заходить в торговые центры, у них есть деньги, у них есть поддержка государства, у них есть технологии, поэтому они будут продавать прекрасные комплекты по тысяче рублей в рознице в торговом центре и составят конкуренцию как раз интимиссиями и другим компаниям, которые вы знаете, где ценник завышен раз в пять. Поэтому вот что будет, на мой взгляд, происходить в этом сегменте. Значит, крупнейший передел собственности безусловно произойдет, потому что банки сейчас будут обанкроченные площади забирать себе, но им это не надо, они будут продавать все это, поэтому у кого есть деньги, тот будет приобретать эту собственность. Уход с рынка компаний целых стран, будут большие проблемы, не буду называть пугать, вы сами должны это понимать, ну и усиление Китая. Вот что касается таких вот глобальных, скажем так, вопросов. И еще вопрос был, что делать начинающему предпринимателю, если он открыл свой первый магазин накануне карантина. У вас нет начинающих, я вижу все знакомые лица, это все зубры, но если в принципе кто-то смотрит, то надо разобраться сначала, это торговый центр или стрит. С торгового центра, конечно, уходить, закрываться, а в стрите договариваться не платить аренду, ждать открытие, искать поставщиков, исследовать окружение, целевую аудиторию. Тут никаких, скажем, открытий нет. Ну, давайте так, я вас сейчас отключаю, вот два участника поднявшие руку у меня есть. вот у меня вопрос к Артуру как раз таки, как его интернет-магазин поживает в условиях кризиса, потому что мы тоже задумались об интернет-магазине, который у нас есть, но очень феноменальный, и мы не пока они сейчас успешны. Артур, готов ответить? Артур, готов ответить? Лук, я думаю, уже спросили. Отгружать товары, мы все работаем на удаленке, менеджеры на удаленке, у нас работает только склад, мы продолжаем обрабатывать заказы, работа идет. Я не могу сказать, что у нас есть какой-то прирост в связи с этой ситуацией, у нас наоборот некоторый спад по отношению к апрелю прошлого года, но тем не менее мы работаем. Спасибо, что ответили. от ответили. Спасибо,